Здравствуйте! ОКО продолжает самым внимательным образом отслеживать подготовку российских клубов ко второй части сезона. Мы вновь приглашаем вас, друзья, в Объединенные Арабские Эмираты, где столичный локомотив проводит уже второй по счету зарубежный учебно-тренировочный сбор. И сегодня железнодорожники играют очередной контрольный матч. Соперник у москвичей практически неизвестный широкой публике клуб, но тем интереснее будет на него посмотреть, с ним, как говорится, познакомиться. Итак, локомотив против чемпиона Малайзии футбольного клуба Джахор Дарул Токзим. Железнодорожники против южных тигров. Еще раз всех приветствую. Отдельно болельщиков ЛОКО, пришедших вновь на совместный просмотр матча с участием любимой команды в клубное кафе Южной Трибуны РЖД Арены. И сразу важная информация для поклонников локомотива. 22 февраля локомотив сыграет свой первый официальный матч в новом году. В рамках кубкового протистояния железнодорожники будут биться со Спартаком. Футбольный клуб «Локомотив» информирует. Билеты уже на официальном сайте. А теперь к составам играющих сегодня команд. Начнем, естественно, с российского клуба в воротах. Илья Лантратов, 22 номер. Центральные защитники. Иван Кузьмичев, 24-й, Станислав Макгеев. Фланги обороны. Наир Технезян, 71-й номер. Максим Нинахов, 24-й. Средняя линия. Дмитрий Баринов, капитан команды, 6-й. Неподалеку от него будет располагаться Вадим Раков, 27-й номер. И 43-й Михаил Щетинин. И атакующий трио локомотива сегодня выглядит следующим образом. Франсуа Камано, 25-й номер. И два новичка локомотива, перешедших из Самарских крыльев советов. Сергей Пеняев, 19-й номер. Максим Глушенков, 15-й номер. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов. Последнее приготовление. И пока игра не началась, как раз у нас есть возможность познакомиться и со стартовым составом Джахора. Враталь, 33-й номер. Сайхан Хазми, 15-й. Фирос Бахарудин, 5-й номер. Жорди Амат. Самый, кстати, дорогой игрок этого клуба. Его трансферная стоимость оценивается в миллион евро. 24-й номер. Оскар Арибас. 20-й. Хуан Мунис. Это новички команды. О них поговорим чуть позже. 6-й номер. Натан Хонван. 42-й. Ариф Айман. 9-й. Бергсон. Бразилец. Лучший бомбардир клуба и лучший бомбардир чемпионата в Малайзии. И 45-й номер. Фернандо Форестиери. Да, и второй номер. Мэтью Дэвис. Мы об этом не забываем. Четвертый. Ариш Фазали. Главный тренер. Джахора Эстебан Салари. Аргентинский специалист. С российским клубом Джахор уже встречался. Пересекался на сборах. И проиграл футбольному клубу Ростов. Эта игра состоялась 25 января. Команда Валерия Карпина переиграла команду Эстебана Салари со счетом 2-0. В последнем товарищеском матче 28-го числа Джахор победил болгарский Левский со счетом 1-0. Мунис забил победный гол. И сразу же прононсирую, что 6-го февраля еще один российский соперник будет у Джахора. Лидер чемпионата. Лидер российской премьер-лиги. Зенит сыграет с этой командой, с которой сейчас готов уже начать встречу Локомотив. Для Локомотива это четвертая игра на сборах. В первом матче против узбекского Будеткора Локомотив сыграл в ничью 1-1. Тогда после подачи Мирончука отличился Игнатьев, выигравший борьбу на ближней штанге и точно пробивший головой. Затем был матч против представителя первого дивизиона против Родины. И Локомотив выиграл 2-1. Комано и Мирончук забивали в том матче. Мирончук также отличился, как и ассистент. И совсем недавно, точнее 29 января, Локомотив играл с футбольным клубом Сочи и выиграл 2-0 благодаря юным игрокам своей команды Щетинина и Ракова. Напомню, что Щетинину 17 лет, Ракову недавно исполнилось 18. Все готово у нас с начала этой встречи. У Локомотива традиционно зелено-красные цвета. В синей форме сегодня будет играть Джохор. Естественно, поприветствуют друг друга команды. Капитан Локомотива Дмитрий Баринов. Вокруг него было много информации. Велись переговоры с Бишекташем. И разная информация появлялась. Локомотив, естественно, если и продавать своего лидера, то за хорошие деньги. Но, судя по всему, Бишекташ не согласился на те условия финансовые, которые выдвигали железнодорожники. В общем, приостановлены, как я понимаю, сейчас переговоры. Хотя, все может быть, все может случиться. Может быть, все-таки и турецкий клуб решится. Раскошелится. Но я думаю, что поклонники Локомотива хотели бы, чтобы их капитан, их лидер Дмитрий Баринов остался в команде. Тем более, что команда сейчас в непростом турнирном положении. Если вспомнить чемпионат, находится недалеко от зоны вылета. Может оказаться и в стыках, если резко не прибавят. Но все надеются на то, что с приходом нового тренерского штаба, который возглавляет Михаил Галактионов, в лучшую сторону игра и, как следствие, результаты Локомотива поменяются. На сборах Локомотив пока не проигрывает. Я думаю, не собирается. Но вот такой вот соперник, кто-то скажет, экзотический у железнодорожников. Действительно, это представитель малазийского футбола. Но это действующий чемпион. Это, безусловно, главный клуб своей страны. Самый богатый. В нем немало легионеров, которые обращают на себя внимание. Действительно, хорошей игрой. Один Бергсон чего стоит? Столько мячей наколотить за сезон. Сейчас я уточню. Но точно больше 20 мячей он забил в чемпионате. 29 мячей на счету Бергсона. Он лучший бомбардир всего малазийского чемпионата. Кстати, второй бомбардир команды. Аргентинец Форестери забил 12 мячей. И в своем национальном первенстве, которое завершилось, и которое скоро стартует уже как новый сезон, Джахор не потерпел ни одного поражения. Вот такая вот команда. 17 побед, 5 ничьих, 61 мяч забит, 12 пропущено, 56 очков. Отрыв от ближайшего конкурента. Аж 11 очков. Не доценивать Джахор не стоит. Еще раз повторяю, есть хорошие исполнители. Южноамериканцы, европейцы. Они умеют играть в футбол. Ну и тренер, аргентинец Эстабан Салари. Он имеет опыт работы в молодежной и юношеской сборной Аргентины. Правда, он был не главным тренером, он был ассистентом. Только что прозвучал стартовый свисток. Игра началась. Пожелаем локомотиву хорошо сегодня через контрольный матч, как говорится, потренироваться, подготовиться. Ну и думаю, что поклонники локомотива не отказались бы от того, чтобы их любимая команда вновь победила. Тикнезян идет вперед, поддерживает наступление по своему левому флангу. Вновь он с мячом, он уже возле штрафной. Вглядывается туда, в центр штрафной, где партнеры. И первый удар по воротам, опасный в ближний угол. Не без труда, но Сайхан Хазми все-таки свою команду выручает. Успел среагировать, на мертвый мяч не забрал, отбил, затем на помощь пришел партнер. Как активно локомотив начинает, какое движение демонстрирует команда Галактионова. И вот уже Пеняев подает подбор за железнодорожниками. Есть варианты, готов теперь уже атаку через правый фланг Нинахов поддержать. Но вот острого продолжения не случилось. Правее на фланге будут действовать Глушенков. И поддерживать его, конечно же, будет пусть и в амплуах раннего защитника Нинахов. Но а слева вот такая вот связка намечается Тикнезян Пеняев. И эти футболисты уже себя проявили. Так же, как и голкипер Джахора Сайхан Хазми. Вратарь сборной Малайзии, 26 лет, как говорится, в расцвете сил. И вот уже буквально на первой минуте он проявил свою вратарскую реакцию. Сыграл удачным. Еще одна перспективно опасная атака локомотива. Все бы было здорово, если бы не положение вне игры. Глушенков забирается в офсайт по версии рефери. И мяч переходит к малайзийской команде. Но отмечаем, что вот эти первые две минуты локомотив провел в атаках. Сразу же, что называется, с места в карьер взяли железнодорожники. И был удар в створ в ворот достаточно опасный. Под давление моментально попала оборона Джахора. Что мы знаем об этой команде? Эта команда одна из самых амбициозных в Юго-Восточной Азии. Эта команда уже побеждала в большом турнире в азиатском аналоге Лиги Европы относительно недавно. Эта команда в последние годы бессменный чемпион Малайзии. Здесь был толчок, здесь было нарушение правил. Команда была основана в 1972 году. Но как бы новая эра, и вот такая вот замечательная победная наступила в 2013 году. После того, как наследный принц из семейства султанов Тунку Исмаил Идрис взял под крыло эту команду. Он большой любитель спорта, обожает футбол, любит очень пол и другие виды спорта. Сделал в свое время блистательную по малайзийским меркам карьеру военного. Но потом сосредоточился уже вот на футбольном проекте. У него многое получается и у его команды. Роскошный, потрясающий стадион. Был отстроен суперсовременный, вмещающий 40 тысяч зрителей. В общем-то, эта команда, скажем так, под надзором большого во всех отношениях человека, который, еще раз подчеркиваю, ну просто фанатеет от футбола. Локомотив у нас по-прежнему под крылом РЖД. И очень усердно готовится ко второй части сезона. Надеюсь, что вторая часть сезона будет у этой команды более успешной, нежели первая. В первой части Локомотив серьезно подрастроил своих болельщиков. Так слабо Локомотив не играл. Я даже не помню, когда он так слабо играл. Вот за последние, наверное, десятилетия, если не больше. Захор идет вперед. Пока к воротам Лантратова футболисты в темно-синей форме не подбирались. Лантратов, кстати, ни одного мяча не пропустил на этих сборах, в отличие от Худякова. Постоянно идет ротация состава от Галактионова. И вот в прошлой игре против Сочи был один состав, сегодня другой. Пять изменений в стартовом составе по сравнению с игрой против команды Бердыева. Лантратов крупным планом перешедший из Химок. Неподалеку от него центральный защитник железнодорожников Станислав Маккеев. Пять изменений сегодня в старте Лантратов, Нинахов, Щетининраков и Глушенков. Соответственно, эту игру на скамейке запасных начинают Худяков, Живоглядов, Куликов, Мадешвили и, внимание, Миранчук. Да, вот сегодня Миранчук один из лидеров Лока. Ну, он сыграет, я в этом не сомневаюсь, но если сыграет, то уже после перерыва. Амиранчук хорош и забил потрясающе роскошный, фантастический по красоте гол ворота Родины. Голевые раздает, здорово выполняет угловые стандарты. В общем, в порядке. Ведет за собой команду вперед вместе с Бариновым даже на сборах. Ну, а пока 0-0. Пока 0-0. Локомотив владеет инициативой. Зеленокрасный все время с мячом. Еще раз подчеркиваю, уже создали один хороший момент буквально на первой минуте. Борьба в центре поля. И здесь рефери фиксируют нарушения против Михаила Щетинина. Академия клуба Лока-2. Это Михаил Щетинин. Ну, а то, что касается Вадима Ракова, также очень молодой, одаренный игрок. Воспитанник Академии железнодорожников. Очень забивной на юношеском уровне, на уровне второй команды. Если будет правильно относиться, как и другие молодые футболисты, к делу, не будет давать себе поблажек, может вырасти действительно большого мастера. Вот этот эпизод, который арбитр трактовал как нарушение правил. Там пытался красиво сыграть Михаил Щетинин. Технизян поднимает голову, играет через ближнего. Баринов назад. Ну, и здесь мяч подхватывает Иван Кузьмичев. 20-й номер. Вот сегодня такое сочетание в центре обороны. Кузьмичев-Маккеев. Все время ищет новые варианты, проверяет, как говорится, новые связки. И Михаил Галактионов дает поиграть практически всем, кто прибыл на этот зарубежный сбор. Кузьмичев чуть постарше того же Ракова или Щетинина. Но все равно молод. Ему 22 года. Выраженец Самарской области. Имеет опыт выступления за молодежную сборную. Его возможности Галактионов хорошо знает. Прошел через Академию Коноплева. Был в Тольятинской ладе и в Урале. До локомотива центральный защитник этой команды. Бергсон спешит из-за боковой ввести мяч в игру. 29 мячей даже в чемпионате Малайзии. Надо, знаете, постараться, чтобы такое количество забить. Ему это удалось. 31 год бразильцу. С 21 года он в команде. То же касается новичков. Это Оскар Арибас, испанец, перешедший из Картахена. 24 года этому футболисту. И Хуан Мунис. Тоже испанец. 30 лет. Играл в спортинге, в химнастике. И играл в чемпионате Греции. Как раз из греческого чемпионата перебрался в малайзийский клуб. Нарушение. Фолл. Подкат выполнен грязненько. Арбитр пока устно предупреждает нарушителя. Но если еще нечто подобное он увидит, то наверняка желтую покажет. Вот как раз фолл на Арибасе. Руководит обороной своей команды Илья Лантратов. Хорошо мы сейчас услышали его команды. А пока с мячом футболиста Джохора. Технично было сыграно. Надо отметить, как сейчас хорошо разобрался в этом игровом эпизоде с соперниками Арифа и Ман. Нет, прошу прощения, это был Фернандо Форестьери. Опытный аргентинский футболист Баринов. В центр. Несколько рискованно. И здесь потеря. Джохор атакует. Цепляется за мяч. И будет продолжение у этой атаки. На танк он ван. Сыграл налево, тут перевод направо. Скидка грудью. Будет ли первый удар по воротам локомотива. Фланговая атака продолжается. Тигры рвутся вперед. Железнодорожники сейчас обороняются. Пока не надо. Бара, ты перед Ваней стой, Бар. Ты перед Ваней смотри, далеко не будет. Бага, да. Рак право, смотри. Дэвис из-за боковой. Мэтью Дэвис, 27 лет. Игрок национальной сборной Малайзии. 38 игр. Здесь ничего такого сверхъестественного не произошло. Латратов спокойно забирает мяч. Смотрит, где партнера. Берет галкипер Лока небольшую паузу. И вот только сейчас рукой катит ближнему. Своему капитану. Иван Кузьмичев. Тикнезян. Разрезающая передача. В надежде, прежде всего, на скорость Пеняева. Он бежит великолепно. Стартует классно. Но мы знаем, что Пеняев еще и дреблер отличный. С ударом. От него многого ждут. И справедливо ждут болельщики Локомотива. Но надо набрать форму. Приболел он. Не сразу стал играть в контрольных встречах. Поберегли его немного тренеры Локомотива. Но сейчас он играет в старте так же, как и в прошлом матче против Сочи. Чуть-чуть разминается. В этом игровом эпизоде Илья Латратов забирает мяч. Для галкипера важно мяч почувствовать. С ним встретиться. Что сейчас и удалось Латратову. Тогда же пришлось на бочок левой прилечь. Вот этот эпизод. Бергсон все-таки находит возможность для удара. Не успевает этот удар блокировать Иван Кузьмичев. Но удар не получился у бразильца качественным. 0-0 по-прежнему. Южные тигры обороняются. Пеняев идет вперед. Комбинируется с Тикнезианом. А вот здесь чуть-чуть взаимопонимания не хватило. В результате потери Комано не может к мячу тоже поспеть. То, что касается из новостей, связанных с «Локомотивом». Но мы уже знаем, что команду покинули Педриньо, Едвай и Керк. Керк ушел в Антверпен. Едвай в клуб «Аль-Айн» Объединенные Арабские Эмираты. Но Педриньо вернулся в Бразилию. И он арендован, так же как и Едвай и Керк, новыми для себя командами. Есть информация о том, что нападающий серп Раканьяц может покинуть клуб. Вроде бы он перебирается в белоградскую цервену «Звезды». Ну и самые свежие новости, хотя они пока не подтверждаются. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Вокруг Сердара Азмуна сейчас сколько слухов. И многие команды хотят, российские и не только российские, его приобрести, взять в аренду. И вот «Локомотив» в этом списке присутствует. Ну не знаю, не знаю, придет ли он в Лока или нет. Принадлежит он ливеркузинскому «Байеру». Там говорят о том, что Азмун может вернуться в «Зенит». Сочи вроде бы тоже не против приобрести этого завиванного нападающего. Но пока все это только разговоры да слухи. Комбинирует «Локомотив» на дальнем фланге. Здесь офсайт, комано, поторопился, поспешил и нарушил правила. Ассистент работает четко. Ассистент главного арбитра. Да, «Локомотив» готовится к возобновлению чемпионата. Но прежде чем начнутся матчи в российской премьер-лиге, будут и кубковые протистояния. И еще раз напоминаю, что со «Спартаком» играть «Локомотиву». 22-го числа на своем поле в кубковой игре «Лока» будет принимать красно-белых. Еще раз хочу подчеркнуть, футбольный клуб «Локомотив» информирует билеты уже на официальном сайте. Приобретайте. Вот такое вот единоборство цеплился в соперника Михаил Щетинин с помощью рук. Он в этом игровом эпизоде уложил на газон второго номера Мэтью Дэвиса. Много игроков в сборной «Малайзии» в составе синий-красных. Лантратов в касании выбивает мяч на чужую половину поля. Здесь, пожалуй, только обозначил борьбу за мяч Сергей Пеняев. И уже центральные защитники контролируют мяч и начинают атаку Джахора. Постепенно так «Малайзийский клуб» выравнивает игру. И уже несколько вылазок было к воротам Лантратова. Был даже удар, правда, недостаточно сильный, но тем не менее, с линии штрафной форварда Бергсона. Ну вот, возвращаясь к игрокам сборной «Малайзии», вратарь Хазми привлекается в сборную. В свою очередь, Жорди Амат, он игрок не сборной «Малайзии», а сборной «Индонезии». И так далее, и тому подобное. Но вот много игроков, которые в заявке, в запасе, они как раз и играют за свою национальную команду. Думаю, что мы их обязательно еще увидим. Но у «Локомотива» традиционно на этих сборах и на первых, и на вторых меняется практически весь состав после перерыва. Лантратов, зычную дает команду, я играю и забирает мяч на дальнем углу площади ворот. Разминается голкипер Железодорожников. Отодвинули, отодвинули игру от своих ворот. Чемпиона «Малайзии». Надо вновь «Локомотиву» проявлять активность в атаках. Хорошая передача. Коману врывается в штрафную и сразу же бьет. Удар у него не получился. Я бы здесь прежде всего отметил передачу. Передачу со своей половины поля. Да, хороший рывок. Сделал, кстати, единственный, получается, легионер в составе «Локомотива» в этом составе. Но вот пробить ворот, находясь на такой высокой скорости, да еще его не просто сопровождали два защитника, а сражались, бились с Коману за мяч. Было, конечно же, трудно, сложно. А пас был хороший. И если я все правильно понял, эту замечательную передачу сделал Станислав Маккеев. Он универсал, он может сыграть и на позиции центрального полузащитника. Но на этих сборах он в основном играет, да все время играет в качестве центрального защитника, одного из центральных защитников. Удар по воротам Лантратова значительно выше идет мяч. Это не опасно. Бил по воротам Хуан Мунис. Он забил хороший гол в предыдущем матче ворота болгарского Левски. У него левая приличная. Ну и может и справа также нанести удар. Метров с 18 он нанес удар в предыдущей контрольной встрече. Мяч попал в штангу, а затем уже оказался в сетке ворот болгарской команды. В этот момент удар с левой ноги. Но этот удар, будем так говорить, по птичкам. Локомотив комбинирует на своем правом фланге. Мяч прилетает к Лантратову. Кузьмичев. Дикнезян тут же предлагается на своей уже левой бровке. Мяч в центре. Раков борется. В него вцепился Хуан Мунис. И отвоевал мяч у молодого железнодорожника. Тут пытается исправиться. Катится. Арбитр фиксирует нарушение. Но я думаю, тут скорее он среагировал на то, что мяч в руку угодил Раку. Потому что в подкате он играл агрессивно, но не грубо. И в мяч сыграл. А вот потом, возможно, рукой мяч задел. И рефери именно по этой причине назначает штрафной. Бергсон у мяча. Что он с этой дистанции собирается бить? А, нет, нет. Тут не игра рукой. Тут как раз уже находясь в портере на газоне. Уже дополнительным касанием Раков заплел ногу сопернику. И вот мы видели на повторе причину, почему судья игру остановил и назначил штрафной. Да, Бергсон, судя по всему, собирается бить по воротам. Рядом Мунис. Но Бергсон так тщательно установил мяч. Потом в стиле Кристиану Роналду отсчитал шаги назад. И справа заряжает. Удар по воротам. Но удар примерно такой же, какой совершил минуты ранее его партнер Хуан Мунис. Мяч идет выше ворот. 29 мячей в прошлом сезоне на счету Бергсона. То, что касается 45-го номера Фернандо Форестери. 33-летний аргентинец в прошлом сезоне забил 12 мячей. Поиграл он в итальянских и английских клубах. Форестери защищал цвета Удинези. В Шеффилде был в Уотфорде. Бари, Эмполи, Испанская Малага. А также еще и итальянский Венеция и Джено. Прошел когда-то молодежку Боки. Я сказал, что 5 изменений в составе Локомотива по сравнению с игрой против Сочи. Коллекционов на ваших экранах. И лишь 2 изменения сделал Стабан Салари. Тренер Джахора. Сегодня отсутствуют в старте Шахрул Сад. И нет Леандра Веласкеса. Соответственно, с первых минут играют Мэтью Дэвис и Ариш Фазали. Кстати, у Фазали есть небольшой, но все-таки опыт выступления за сборную. 4 игры он сыграл. Технезян. Команото в поисках мяча. Оказался в непривычной для себя зоне. Нарушение правил. Технично красиво было сыграно в этом игровом эпизоде со стороны 42-го номера. Арифа Аймана. Ушел он практически от подката. Но все-таки железнодорожник задевает соперника и получает желтую карточку. Это Пеняев. Ариф Айман 20 лет. За сборную уже провел 14 игр. Забил один гол. Прошел через вторую команду клуба. То есть из клубной системы Джахор. А штрафной собирается выполнить Хуан Мунис. Внимание. Надуша Париж все-таки поднялся с газона. Тут даже и медперсонал появляется с Джахор на футбольном поле. Но я думаю, ничего серьезного. Да, такое неприятное столкновение на скорости. Вот Пеняев не отпускает 42-го номера. Затем катится. И, конечно же, просто срубает в этом эпизоде Арифа Аймана. И именно за это получает новичок локомотива. Недавний дебютант сборной России. Желтую карточку. Локомотив в обороне. Штрафной. Мунис со своей, я уж не знаю, волшебной, не волшебной, но хорошей левой будет подавать, будет навешивать. Самое главное, внимательно отыграть этот игровой эпизод. Действовать предельно четко. И надежно. Видите, какое решение. Может, даже и попробовал запустить мяч в дальний верхний угол, пробивший штрафной Хуан Мунис. Еще раз, друзья, анонсирую, что 22 февраля локомотив сыграет свой первый официальный матч в новом году. В рамках кубкового протистояния железнодорожники будут биться с Спартаком. Футбольный клуб «Локомотив» информирует билеты уже на официальном сайте клуба. А тем временем Лан Тратов собирается вести мяч в игру от ворот. Середина первого тайма. 0-0. Равная игра. Дебют остался за железнодорожниками. И был у них момент для того, чтобы забить на первой минуте. Но не сплоховал Сайхан Хазми. И вратарь Джохора, отразивший удар в ближний угол. И опять нарушение правил зачастили с фолами железнодорожники в последние минуты. Теперь уже не 42 номер, а 45-й. Фернандо Форестиери в роли пострадавшего. Но был здесь фол. Здесь было нарушение. По мячу не удалось попасть. Нинахову попал в корпус соперника. Мяч в игре. Не удалось обмануть. Здесь на бровочке второму номеру Мэтью Дэвиса, игрока Локомотива. И уже железнодорожники из-за боковой. Кузьмичев в центр на Станислава Макеева. И он уже направо. Меняется акцент атаки у московского клуба. Но нет продвижения вперед. Нет продвижения вперед. Лушенков вынужден сыграть назад. Баринов пришел там помочь. Пытался создать на вот этом ограниченном пространстве, на дальнем фланге, и капитан Локомотива численное преимущество, превосходство. И вновь фол. Только теперь уже со стороны не игрока Локомотива, а со стороны футболиста Джохора. Беняев. Вот его фирменное смещение. Но обычно он опасен, когда ближе к штрафной подходит. И как раз начинает с фланга смещаться, используя скорость, дриблинг. А потом наносит холесткий удар по воротам в крыльях. Он не раз подобно демонстрировал и забивал хорошие мячи. К сожалению, вот такие игроки, как Пеняев, это сейчас большая редкость для российского клубного футбола. Игроки, которые умеют играть очень быстро и хорошо работают с мячом, не стесняются идти в обводку. Но пока период адаптации у молодого, но очень талантливого игрока Сергея Пеняева в Локомотиве. Щетинин с помощью рук остановил Бергсона в этом игровом эпизоде. Быстрый розыгрыш штрафного. Нет положения вне игры. Хотелось спросить у арбитра. Тут же последовал ответ в виде свиска и в виде поднятого флага. Положение вне игры у атаковавшей команды. Пытались быстренько разыграть этот штрафной. Застать врасплох оборону Лока. Малазийцы. Но нарушили правила. Так же, как и сейчас нарушает правила аргентинец Фернандо Форестиери. Футбольный клуб Джахор из города Джахор-Бару. Это второй по населению город страны. Больше только столица Куала-Лумпур. Город промышленный, торговый, культурный и туристический центр Малайзии. И, между прочим, самый южный город континентальной части Азии. Через пролив по соседству Сингапур. Но говорят о том, что малазийцы и сингапурцы, ну не то, чтобы не ладят. Но такие у них, в кавычках, особые отношения. И в 2021 году владелец Джахора пытался приобрести клуб Ла Лиги. Валенсию. А у Валенсии владелец сингапурец. И он отказал. Ну, не знаю, по каким причинам. Из-за вот этих особых отношений между малазийцами и сингапурцами. Или просто действительно у господина Лима там свои планы на Валенсию. Хотя я думаю, большинство болельщиков этой испанской команды были бы рады, чтобы стал другой владелец у Валенсии. Потому что Лима не любят поклонники. По многим причинам. Но сейчас речь не о Валенсии. Сейчас мы все внимание свое уделяем локомотиву и сопернику этой команды на зарубежном учебно-тренировочном сборе. Футбольному клубу Джахор. Нинахов идет вперед. Играет назад. Вновь получает мяч от Баринова. Щетинин. Неплохо задумывал молодой полузащитник, но слишком сильно покатил мяч вперед на ход Глушенкова. И, по-моему, все-таки Максим не совсем был готов к приему мяча. Поэтому он даже и не дернулся за ним. Ну, то, что в локомотив перешли Сергей Пеняев, Максим Глушенков и Скрылев. Они сегодня играют. Так же, как и Илья Лантратов. Теперь уже экс-футболист Хима. Хотя в свое время он был в локомотиве. Когда был еще совсем юн. Вот последнее приобретение локомотива. Это 28-летний защитник, аргентинец, выступавший за Лиссабонскую Бенфику Херман Конти. Буквально пару дней назад, как он прибыл на сбор, как подписал контракт с российским клубом. Баня лево. Стоит Баня лево. Выстоит. Печенье. Не нахтанье. Хороший перевод на правый фланг. Это опасно. И удар слева надо носить. Нет, на правую перекладывают с мяч. Затем удар. Небольшой рикошет. В порядке Илья Лантратов. Хорош, хорош в этом игровом эпизоде. Ариф Уйман очень смело сыграл. Но был момент для того, чтобы бить слевой. Но, видимо, ему сподручнее наносить удары с правой. Поэтому он улучшал позицию. И вот сейчас мы как раз увидим. Перекладывал мяч с одной ноги на другую. Вот здесь уже можно было наносить удар. Затем ложный замах. И вот возник такой момент, такое напряжение в штрафной площади железнодорожников. Лантратов, еще раз подчеркиваю, пока не пропустил ни одного мяча на этих сборах. Играет все время на ноль. Ну, скорее всего, во втором тайме его сменит Данила Худяков. Который в чемпионате большую часть встреч провел. Ну, Гильермо играл совсем немножко. Гильермо здесь также на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, как я понимаю, есть старые травмы болячки. И он только-только набирает форму. Во всяком случае, пока Гильермо не играл. Локомотив атакует правым флангом. Подача. Здесь завязывается борьба. Мяч выходит и штрафной. Боролся до конца Пеняев. И Локомотив продолжает свое наступление. Щетинин. Технезян. Пеняев. Сергей поднимает голову. Не стал подавать. А хорошо катит мяч штрафную. Но нет острого продолжения. Все-таки потеря. Очень быстрый и резкий. Вот здесь на правом фланге у Джахора. 42-й номер Ариф Айман. Хорошее впечатление он оставляет. Насколько быстрый Пеняев. Но мы видели несколько забегов между этим футболистом. Кстати, Пеняев как раз догонял Арифа. И сбил его. И получил желтую карточку. А это Мэтью Дэвис. И за боковой. Чуть-чуть назад. Прессингует локомотив. Но мяч не отбирают железнодорожники. А вот в пользу команды, играющей в синей-красной форме. Баринов. Хорош был подсказ сзади. И Баринов успел вовремя от мяча избавиться. К тому же сыграл еще точно и вперед. Но там форварды уже не цепляются за мяч. Рефери пытаются тут, видимо, успокоить. Некоторых игроков, которые вышли почему-то из себя, скажем так, проявляют излишние эмоции. Баринов рядышком соперник. Это аргентинец Фернандо Фористьери. Вроде бы успел. Вовремя арбитр. И конфликт исчерпан. Бергсон шел вперед. Столкнулся с Щетининым. И потом, мне кажется, именно он проявлял больше всех эмоций. Был чрезвычайно недоволен, что судья не заметил нарушения правил. Вот так бывает. Такой вот эпизод. Но Камано не сумел обокрасть соперника. Хотя такой шанс был. Не бросайся. Ваня право. Ваня лево. Тихи лево. Стоять. В центре обороны играет футболист у Джохора под 55-м номером. Я, честно говоря, не нахожу в той заявке, которая у меня есть. А кто же это? Ваня лево. Светление. Ваня с них к тебе придет. Выше. Поднимайся. Просто нет такого игрока. Но на поле-то он присутствует. Пас направо. Хорошая передача. Технично вновь работает с мячом Ариф Айман. А здесь уже Пеняев вступил в борьбу. А потом нарушил правила на Танхон Ван. Шестой номер Джохора. Ну, хотелось бы от «Локомотива» видеть более активную игру впереди. Начали здорово. А потом забыли о том, что без ударов не бывает голов в железнодорожнике. Кстати, получается так, что чаще по воротам бьют в первом тайме все-таки оппоненты. То есть игроки Джохора. Хороший пас. Что дальше? Какое будет развитие у этой фланговой атаки железнодорожников? А мяч уже в штрафной. Нинахов. Сразу подавать не стал. В него вцепился защитник. Это четвертый номер Афиг Фазаил. И отжимают железнодорожников. Уже вот ближе к воротам Лантратова. Так получается. Футболисты в синих футболках. Не получилось через право. Хотя определенные там перспективы вроде бы наклевывались. Теперь через лево. И Пеняев делает неточный пас. Но есть еще время вот у этого состава Локомотива проявить себя в атаке. Попытаться забить. Потому что на тайм второй, скорее всего, выйдут уже другие игроки. Сахаин Хазми начинает атаку. Пас вперед. И здесь фол на Кузьмичеве. Девять раз Джахор становился чемпионом в Малайзии. И еще раз подчеркиваю, это действующий чемпион страны. Два раза команда кубок брала. Многократный победитель суперкубка. Ну а в 2015 году была большая победа в Кубке Азиатских конфедераций. Конфедерации футбола. Еще раз повторяю, это аналог, ну скажем так, Европейской лиги Европы. Второй по значимости турнир, проводимый Азиатской конфедерацией футбола. Футбольный клуб Джахор сотрудничает со многими видными европейскими командами. В частности, с Баруси, с Ювентусом и с Валенсией. С Баруси относительно недавно товарищеский матч в конце года. Проводили малазийцы и уступили, правда, с крупным счетом 1-4. Баринов. Нинахов. Баринов вскорился, он мяч не получил. И опять с мячом центральные защитники железнодорожников. Нарушение. Фиксирует рефери. Ну, в последнюю минуту такая у нас в плане игрового ритма очень рваная игра пошла. Без ворот. Немало единоборств. И многие эти единоборства завершаются нарушениями правил. Глушенков у мяча. Тоже очень талантливый игрок. Он взрослее Пеняева, поопытней. Ну и от него тоже ждут, безусловно, и тренеры Локомотива, и болельщики этой команды. Хорошего футбола с высоким КПД. Но не будем сказать, это контрольные игры. Это подготовка. Это тоже тренировка своеобразная. Только она, как говорится, приближена к боевым действиям. К футбольным, естественно. Контрвэпад со стороны Джахора. И Кузьмичев нарушает правила. Быстро разыгрывают штрафной. Лазийцы. Но успевают их встретить и выбить мяч подальше от штрафной. Защитники железнодорожников. Вторым темпом сейчас уже будет атаковать Джахор. Он вам комбинирует. А мы смотрим повтор, когда... Ну тут друг друга за футболки хватали футболисты. Но затем успел вовремя упасть. 45-й номер. Такой футбольный хитросс продемонстрировал Фернандо Фористьери. Мунис поперек поля. Бергсон ставит корпус. Прикрывает мяч. Но хорошо отборолся Щетинин. И тут Пеняев тоже замечательно действует. Кузьмичев назад. Ландратов с мячом. Под него открывается Станислав Маккеев. Прошел через очень сложную травму. Долго восстанавливался Станислав. Но сейчас готов играть. И все время его задействуют на этих сборах Михаил Галактионов. Все время задействуют его в центре обороны. В разных сочетаниях. Сегодня с Кузьмичевым играет Станислав Маккеев. Камано мало заметен. Был один момент, когда он получил передачу из глубины поля. Хорошо бежал. И как раз в положение мне игры не забрался в том эпизоде. Но пробил не точно. А так... Ваня, 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 разыгрывай! Все как-то впустую, вхолостую. Контактный первый тайм. Много единоборств. И не всегда чисто играют футболисты. Как Локомотива, так и Джохора. Поэтому судья вынужден часто игру останавливать. Тридцать восьмая минута. Ноль-ноль по-прежнему в этом контрольном матче. На око мы вновь смотрим, как играет, готовясь к воздумавлению сезона, Локомотив. И опять тут у нас эмоции, страсти накаляются. Нинахов идет вперед. Баринов оглядывается по сторонам. И потом вот такой вот фон на Глушенкове. И вот здесь, ой-ой-ой, ну как же некрасиво себя повел соперник. Стал там пинаться. Ну это просто безобразие. Желтая карточка. Но правда желтая карточка тут обоюдная, как я понимаю. Ну и понятна реакция Глушенкова и того же Баринова. Думаю, что и тренерского штаба Локомотива отборолся соперник. Выиграл ты эту борьбу или нет? Зачем же пинать находящегося на газоне коллегу? Да, он коллега, пусть из другой команды. Нехорошо. Судья с помощью желтых карточек успокаивает игроков. Назначает штрафной в пользу железнодорожников. Вот еще раз смотрим этот эпизод. Но здесь фолл очевидный. А что дальше-то? А, но мы видим, что и Глушенков тоже, тоже хорош. Поэтому желтая ему, желтая сопернику, здесь все справедливо. Тут оба хороши. Будем объективны. Понятно, что Глушенков наш, россиянин, игрок национальной сборной. Но мы же люди-то справедливые и объективные, не так ли? Длинный пас вперед. Глушенков отборолся, но за мяч не зацепился. Щетинин. Баринов. Раков к мячу не поспевает. Но атака будет иметь продолжение. Локомотив. И за боковой вводит мяч в игру. Делает это Нинахов. Ну, что можно сказать по первому тайму. Мы с вами, я думаю, большинство из нас впервые видят вот эту команду. Чемпиона Малайзии. Можно уже сейчас сказать, что команда достаточно боевая. С неплохими легионерами. Команда обученная. Дисциплинированная. Это не мальчики для битья. Ну, вот на своем первом сборе ЦСКА играл тоже с таким очень интересным, для нас непривычным, необычным соперником. Играл с клубом Симба из Танзании. Армейцы в таком более боевом составе первый тайм отыграли хорошо. И выигрывали 2-0. Во втором тайме очень много было замены. Появилась молодежь. И в результате Симба, то есть Львы, сумели отгрузить ворота армейцев два мяча. И сыграли в результате ничью 2-2. И вот сейчас Локомотив играет с представителем малазийского футбола. Пока 0-0. К концу подходит первая половина. Ариф Айман продолжает стараться. Очень активно действует на своем правом фланге. Баринов здорово вступил в борьбу. А, прошу прощения, нет, это Пеняев. А судья посчитал, что после хорошего отбора Пеняев все-таки мяч выпустил за пределы поля. И из-за боковой Мэтью Дэвис. Вводит мяч в игру. Играет назад. Не могу вам сказать, кто играет под 55-м номером у Джахора. Передо мной вся заявка команды на этот матч. И нет такого футболиста под 55-м номером. Но он центральный защитник. Мы это видим. Технизян. Кузьмичев. Маккеев. Пеняев смещается слева в центр. Готов мяч принять. Но партнеры его проигнорировали. А потом мяч и потеряли. Бергсон. Зирается по сторонам. Лучший бомбардир Джахора. Комбинирует. Отыгрывает мяч назад. Нари Файмана. Перевод на противоположный флаг. Не очень хорошая передача. Там чуть ли не гландами. Но все-таки мяч обработал партнер. Молодец. Это был Мунис. Хорошо развивают свою атаку сейчас. Малазийцы. И зарабатывают угловой. Вновь призывает к бдительности своих партнеров. Илья Алан Тратов. Ему осталось буквально несколько минут. Отыграть. Сохранить свои ворота в неприкосновенности. И записать на свой счет еще один сухарь. Потому что я уверен, что на второй тайм будет, скорее всего, Даниил Худяков. Внимание. Это главная команда от вратаря. При стандарте. При стандарте. Венос. Вышли. Пеняев. Борется с соперником. Но против него очень жестко и цепко играл соперник. Это был шестой номер. Натан Хонван. Хонван родился в Англии. 22 года шестому номеру. Прошел через молодежку Волвархэмптона. Получил хорошее футбольное образование. Кто в заявке у «Локомотива»? Обналяю я состав железнодорожников. Но, к сожалению, вижу перед собой только стартовый состав этой команды. Так же, как и вижу, только стартовый состав футбольного клуба «Джахор». Ну, обязательно разберемся. С «Локомотивом»-то нам будет куда проще. Мы знаем игроков этой команды, в отличие от клуба из Малайзии. Сахан Хазми. Вновь он с мячом. И заканчивается первый тайм. Идет 45-я минута контрольного матча. Раков. Сыграл точно. Команов подыгрыша. И затем Пеняев мяч теряет. Слуши там. Слуши там. Позиция, Ваня. Тихий позиция. Хорош матч. Пага права. Вот я задумался, ну, кого по первому тайму выделить в составе «Локомотива». Пеняев очень старается, но не все получается, далеко не все получается. Комано как-то растворился в игре. Не очень заметен. Так же, впрочем, как и Глушенков. Я бы Щетинина отметил по итогам первого тайма. Друзья, сейчас будет перерыв, а я еще раз напоминаю, что 22 февраля «Локомотив» сыграет свой первый официальный матч в новом году в рамках Кубкового предстояния. Железнодорожники будут биться со «Спартаком». И футбольный клуб «Локомотив» информирует билеты уже на официальном сайте клуба. То, что касается первого тайма контрольного матча «Локомотив» «Джохор», это уже, по сути, история. Скоро стартует тайм второй, составы изменятся. И посмотрим, как станут складываться дела. Сумеет ли «Локомотив» одержать третью победу подряд на сборах. Или все-таки вот такой вот экзотический соперник в лице футбольного клуба «Джохор» не позволит себя переиграть. Перерыв. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Как я понимаю, вышел на второй тайм, как мы и предполагали, Даниил Худяков Заменил он Латратова Вот сейчас мы его видим Латратов вновь отыграл на ноль Сухой вратарь локомотива на этих сборах Да, и вышел Миранчук и Игнатьев Соответственно, нет Пеняева и Глушенкова еще Три замены Три замены у локомотива Ну а застав Джохора Ну давайте я вам напомню стартовый состав А потом уже посмотрим, появились ли новые игроки Хазмей вратарь, 33 номер, второй Дэвис Я вот все-таки думаю, что 55 номер Здесь есть в протоколе 5 номер Жорди Амат Мне кажется, просто как раз он вышел под 55 номером Думаю, что это именно Жорди Амат А то мы никак не могли разобраться и понять Кто же играет у соперника локомотива под 55 номером В центре обороны Четвертый номер Позаил, 15-й Бахарудин, 20-й Мунис Айман 42-й, 24-й Арибас Бергсон 9-й и 45-й Форестиери Желтая карточка в первом тайме Пеняев Локомотив получил желтую карточку Также Глушенков получил желтую карточку Но там в обоюдочку, как говорится, сыграли футболисты друг друга там ногами Проверили и арбитр показал желтую карточку как Глушенкову, так и игроку Джахор И вот сейчас очередное предупреждение в этом контрольном матче На 50 минут Ой-ой-ой, зачем так? Амат и Камано Да, рисковато Щетинин действовал Я его отмечал в первом тайме Еще раз хочу отметить Это субъективная точка зрения Я ее не навязываю Далеко не выдающийся футбол Локомотив показал в первые 45 минут Но если кого-то выделять, я для себя отметил Щетинина Момент, удар, мяч не влетает в ворота Но удар наносился уже после свиска Был фол Все равно молодец, Худяков выскочил навстречу И не позволил сопернику закатить мяч в его ворота Даниил Худяков Воспитанник клуба, 19 лет Отыграл в чемпионате В этом сезоне 14 матчей Много пропустил, 29 мячей Один сухой матч на его счету Кстати, еще есть один голевой пас В чемпионате у вратаря Даниила Худякова И он сейчас начинает атаку своей команды Сильно бьет вперед Михаил Галктионов Главный тренер Локомотива Главный тренер футбольного клуба Джахор Эстебан Салаль Я уже говорил о том, что он был ассистентом в молодежной сборной Это удар после уже свиска арбитра Был ассистентом в юношеской сборной Аргентине Ну а как игрок он поколесил Не только по Южной Америке Не только был в Европе Но и в других странах И в том же Китае И в Мексике В Испании В Эквадоре играл Достаточно такая богатая футбольная карьера у Эстебана Салаль Щетинен Через ближнего Нинахов В центр На Станислава Макгеева Мяч уходит На тот край Где играет Технизя Держат мяч железнодорожники Но никак не хотят продвигаться вперед А затем Кузьмичев делает неточный пас Потеря И в атаке Синекрасный неплохо комбинирует Очень опасный момент Здорово было сыграно в стеночку И удар в дальний угол Не смог среагировать Данил Худяков Защитники несколько растерянно действовали в этом игровом эпизоде И вот такой вот момент мог забить Фернандо Форестиери Опытный аргентинский нападающий Или скажем так атакующий полузащитник Такую симпатичную атаку сейчас провели Малазийцы Перехватили мяч на своей половине поля Быстро его доставили к штрафной железнодорожников И потом такая вот игра Скидочка в одно касание И завершение удар по воротам Все было здорово Только мяч не лег в створ ворот Оскар Арибас И за боковой Да, четвертый номер Испанец И так же как Мунис Он недавно прибыл в команду Да и тренер Эстебан Салари Принял Джакор 4 января 42 года Тренеру Возглавил он действующего чемпиона Малайзии Чемпионат Малайзии возобновится В конце февраля Точнее не возобновится А стартует Первый тур запланирован на 24 февраля Я уже отметил, что относительно недавно против Ростова Играл Джакор Уступил 0-2 Выиграл у болгарского Левский 1-0 Сегодня Пока на данный момент встречи играет ничью с локомотивом 0-0 А 6 февраля будет игра С лидером российской премьер-лиги С зенитом Все-таки нарушение судья зафиксировал Локомотив продолжит атаковать И наверное Миранчук будет выполнять штрафной Нинахову по голеностопу там прилетело Но приходит в себя защитник Вот этот эпизод Смело быстро пошел вперед Игрок локомотива И потом его сразу два соперника встретили Но здесь Щетинин пытался продолжить атаку по флангу Миранчук естественно Антон у мяча Его брат очень здорово выступает в итальянской серии А Затарина Забивает Отдает Но Антон тоже самое делает в локомотиве Если вспоминать предыдущие контрольные матчи Миранчук Пытался скинуть мяч штрафную В направлении Баринова Пас не прошел Контравый пат со стороны Джохора Прорыв через центр Ошибка Момент Очень опасный удар И Так Мяч Мяч все-таки оказался в воротах Там видимо какие-то проблемы с сеткой И затем он вышел за пределы поля Но это гол Это не обман зрением Да Провалились железнодорожники На 55-й минуте И пропустили гол Теперь они будут отыгрываться Ну как же так Вот как же так Тут Тикнизян Да Он пытался страховать Здесь рядышком еще один крайний защитник Оказался вместо центральных Которые застряли На чужой половине поля Они подключались Во время стандарта Я имею ввиду Кузьмичева и Макеева Не успели И не успели Страховавшие их крайние защитники В конкретной ситуации Я имею ввиду Тикнизяна И Нинахова в результате гол Ну и такой вот Любопытный Несколько курьезный момент Да Мяч пролетел мимо Худякова Оказался в сетке Но эту сетку как бы пробил И уже вылетел туда К рекламным счетам Проигрывает локомотив Надо добавлять в атаке Прежде всего в агрессии В целеустремленности Иначе железнодорожники Могут проиграть свой первый контрольный матч на сборах От подката Тикнизяна Все-таки ушел Ариф Айман Мы его отмечали по первому тайму Он хорош был Он такой бровочник Но в этом эпизоде Видите, момент отработал Пошел в центр Продавил оборону И переиграл Даниила Худякова Первый гол в этой встрече Желая успеха локомотиву Надеюсь, не последний Потому что Давайте верить, что Задроженки свой мяч забьют Хотя бы один Ну а первый забил Ариф Айман И тут же пауза Молодой игрок Ариф Айман Ему 20 лет Но уже Взывается в национальную команду Своей страны Да, это контрольная игра Но настоящую проверку Локомотив будет уже проходить В первом матче Одной четвертой финала Кубка России Большая игра Дерби В рамках национального кубка Матч со Спартаком Билеты на эту игру Уже сейчас можно Приобрести На сайте Железнодорожников Мунис Поинтересовался Состоянием партнера Подошел И только что Забивший гол Ариф Айман А Никак не поднимется Жор Диамат Ну, все-таки Я правильно разобрался Да, во всех протоколах И в заявке Он значится Под пятым номером А играет Под 55 Играл в Испании И в Англии Этот футболист Райо Валиканус Он Сибетис В чемпионате Бельгии Также выступал Родился, между прочим В Барселоне Прошел школу Испаньола Еще раз подчеркиваю Игрок сборной Индонезии Но может быть Сейчас будет и заменен Потому что Смотрите, как долго Он не может прийти в себя Запасные Разминаются Думаю, что Будут в скором времени И замены Причем, наверное Массовые У Джахора У Локомотива Пока три замены Худяков вышел На второй тайм Вместо Лантратова Также на поле Появились Антон Миранчук И Иван Игнатьев Соответственно На второй тайм Не вышли Новички команды Экс-игроки Крыльев Сергей Пеняев И Максим Глушенков Ну вот У Локомотива Сейчас пойдут Замены Большая группа Игроков Состав будет Кардинальным образом Меняться По воле Михаила Галактионова Вот этот эпизод В подкате Играет И затем Получает От соперника Жор Диамат Ну там не было Никакой грубости Просто Ну так сложился Игровой эпизод Так Теперь в центре обороны Будет играть Под 59-м минутом Под 59-м номером Погоснов Для Кузмичева Эта встреча закончена Так же Как для Камано Для Щетинина Для Баринова Все они Вот Идут сюда Кромки поля Митай выйдет Это крайний защитник Дехнезян уходит Раков уходит Константин Амарадешвили Выходит под пятым номером Так А Вадим Раков Остается 27-й номер Он не заменен Мампаси Занимает место В центре обороны И вот теперь Такая пара Центральных защитников Мампаси И Молодой Но уже получавший На этом сборе Достаточно Большую игровую практику Егор Погоснов 18 лет Академия Локомотива Локомотив 2 То, что касается Мампаси Это воспитанник Донецкого шахтера С недавних пор Он получил Российский паспорт Не является регионером Миранчук поперек поля Мампаси Раков Раков Подает Но посылает Мяч в ту точку Где нет партнера Кстати у Живоглядова Три голевые передачи В чемпионате И по этому показателю Он вместе с Миранчуком Лучший То, что касается Работы как ассистента Вот Живоглядов Как раз сейчас получает мяч Под контролем мяч У никуда не спешащего Цайхана Хазми Еще раз напомню Как Локомотив играл В своих предыдущих Контрольных встречах Первая против Муниткора Ничья 1-1 Игнатьев тогда забил Вторая игра против Родины Победа Каманой Миранчук Отличились Со счетом 2-1 Выиграли железнодорожники Сочи обыграли 2-0 Благодаря голам Юмных Щетинина и Ракова 2-0 победа И вот четвертый матч Пока по счету Складывается неудачно Берсон заменен Главная ударная сила В атаке у Джохора И вместо него вышел Под 28 номером Сейчас посмотрим Кто у нас заявлен на этот матч По 28 номерам Мухаммад Ахмад 28 номер Он в игре Миранчук Подтолкнул его соперник Рефери был рядом Все у него было на глазах Нарушение Темп невысок По-прежнему Очень мало моментов И к тому же Локомотив проигрывает Локомотив получил Возможность после стандарта Угрожать воротам соперника Получилось так, что после этого стандарта Контр-вепод Соперника И выход Один на один С Худяковым Ариф Айман Пробил точно Амат Перевел мяч На противоположный фланг Так, знаете, в борьбу посылал Но молодец Оскар Арибас Он рак его опередил А здесь нарушение правил Фалит в этом игровом эпизоде Мородишвили Константин Мородишвили 22 года Воспитанник ЦСКА Игрок молодежной сборной Вот в Локомотив Практически синхронно перешли Два игрока Которые выступали за ЦСКА Тикнизян И Константин Мородишвили Для Тикнизяна Эта игра уже завершена Он заменен Соответственно Константин вышел только что Чемпион Малайзии Пока обыгрывает Представителя российской Премьер-лиги 65 минут позади 1-0 Джахор впереди 10 минут назад Эта команда сумела Отличиться Живоглядов Басим Погосно Четко, спокойно Используя подстраховку Обороняется Джахор Локомотив пока Никак Не раскачает Не расшатает Оборону соперника И Недостаточное давление Оказывает на оборону противника Живоглядов Ни одного матча Джахор не проиграл В своем национальном первенстве И с большим отрывом Стал чемпионом страны Ну а Локомотив Напомню Находится рядом с зоной вылета И во второй части сезона Железнодорожникам Надо Серьезно прибавлять Надо прибавлять И в этой контрольной игре Тем более что состав поменялся В основном уже На поле остались только свежие игроки Которые вышли Или сразу после перерыва Или вот буквально Несколько минут назад Но в лучшую сторону Пока все вот эти Многочисленные замены К сожалению Не влияют на игру Зелено-Красных Но подождем Подождем Может быть сейчас Что-то Миранчук придумает А может быть решится на удар Такой удар Как например В матче против Родины Щетинен Один из немногих Кто продолжает играть Начав эту игру С первых минут На левом фланге Обосновался Митай Справа На краю обороны Играет Живоглядов Центральных защитников Я уже сказал Полностью видоизменилась Оборона У железнодорожников Марио Митай 12 номер Молодой игрок 19 лет Но уже игрок Сборной Албании А дебютировал В составе Своей национальной команды Которой ему было Всего-то Насколько Симоннадцать лет Ну не будем звать Что и совсем Юный Пеняев Тоже Очень еще нежно По футбольным Меркам возрасте Отыграл свой первый Матч за сборную России Локомотив в атаке Подача Скидка А пробить Мерчетинину неудобно И вот На те же грабли Только не надо Наступать с железнодорожником Вновь после стандарта Они могли пропустить Контровыпад соперника Но Худяков вышел Далеко за пределы штрафной А затем сыграл точно Митай Ну здесь коробочку взяли Игрока локомотива Почему судья не среагировал Игнатьев Он в штрафной Далековато При обработке Позволил себе отпустить мяч Был такой шансик У него все-таки Выйти на ударную позицию Справились в обороне Хорош был Фероз Бахаруддин 15 номер Он воспитанник клуба В сборную Только-только Начал привлекаться В свою сборную Сборную Малайзии А это свеженькие Высшие на замену 28 номер Мухаммад Ахмат Нарушение правил Жестко здесь против Щетинина Было сыграно Это как раз автор гола Айман Мог травмировать игрока Локомотива Да Первым был На мяче 43 номер Железнодорожников И тут Так бесцеремонно Ему в голеностоп Въехал соперник Вот я все не мог понять Кто же вышел По 14 номерам Локомотива Но как я понимаю Думаю что не ошибаюсь Это Кирилл Никишин Из молодежной команды И вот совсем недавно Он здесь В Объединенных Харабских Эмиратах Присоединился к команде И ему дана возможность Проявить себя Кирилл Никишин Думаю что именно он По 14 номерам Как раз сейчас Играет в составе Локомотива И очередная замена У соперника Железнодорожников 20 минут еще есть У Локомотива Для того чтобы Провести ряд хороших атак Забить Сравнять счет Игнатьев ускоряется Сразу против двух соперников И коллективными усилиями Игнатьев был остановлен Кстати мяч даже сохранили Футболисты Джохора Под своим контролем Аут И забоковой Оскар Арибас Борьба Раков Знаете два молодых игрока Раков и Щетинин Играют весь матч Миранчук Митай Вновь причем Антон Хорошая передача Щетинин Справа Есть естественно Поддержка Со стороны Живоглядова Но подавать неудобно Соперник вырос Мешает Здесь все хорошо Вновь сделали Отработали в обороне И от ноги Афика Фазаиля Мяч вышел за пределы поля Баси в центр Погоснов Егор катит в мяч В направлении Живоглядова Миранчук Хороший перевод Налево Митай По штрафную Раков Ну давайте Давайте Желодорожники Добавляйте Болельщики Вашей команды Ждут Когда же вы забьете Миранчук Не остаются Без поддержки Железодорожники Мы слышим Что там раздаются Кричалки Подбадривающие Железодорожников Есть и в Объединенных Арабских Эмиратах Ну видимо Отдыхающие Может быть проживающие Россияне Переживающие За Локомотив Ну а я еще раз Хочу отметить Что В клубном кафе На южной трибуне РЖД арены Сейчас я уверен Очень горячо Поддерживают Свою любимую команду Поклонники Локомотива И безусловно Хотят Чтобы Случился гол Никто не хочет Поражения Локомотиву Замена 91 номер У нас появляется Это Савари Суахми Сафари Локомотив в атаке Подборца С железнодорожниками В последнюю минуту Поактивнее Заиграли Москвичи Стал мяч ходить Больше движения Но вот Остроты как не было В атаках Так и нет Все время Какая-то недосказанность Мампаси Ну здесь его на газон Арибус уложил С помощью рук Живоглядов Хотел быстро Разыграть штрафной Не получилось Константин Мородишвили Начинает Комат фалит Вот момент И удар Плотный В ближний угол Полет Худякова Заряжал Арифа Мамп Претендовал 42 номер На дубль В этой встрече Забил он В 55-й минуте Когда убежал От защитников Вышел Один на один Сейчас Решился На удар Из-за пределов Штрафной Удар у него Знатный Надо заметить Да Локомотиву Скоро Играть Кубковой встречи Против Спартака 22 и 27 февраля То что касается Чемпионата Первый матч После перерыва В самом начале Марта Это выезд В Ростов Затем Выезд В Грозный И вот Лишь 18 марта Дома Сыграет В рамках Национального Первенца Локомотив Сыграет Против Краснодара Но то что касается Сборов То ближайшие матчи Которые безусловно На око Вы сможете увидеть 5 числа Локомотив Будет играть С клубом Урарту Это Армянский клуб А потом 12 числа Матч с Уралом И еще один удар Из-за пределов Штрафной Не такой опасный Как предыдущий Но смотрите Как заряжен На этот самый удар Ариф Айман И попадает В створ Два раза подряд Худяков на месте Думаю что в ближайших матчах Контрольных Мы обязательно с вами увидим На поле Новичка 28-летнего Аргентинского Защитника Фермана Конти Который только-только Подписал контракт Железнодорожниками Живоглядов Но вот то что касается Кирилла Никишина Думаю как раз Его выцепили Из молодежки По той причине Что видимо Он все-таки Действительно Отправился В Сербию В Цервену Звезду Как вот многие Издания писали Раконец Раков У него хороший удар Но тут не дали пробить Живоглядов Неплохой навес Но на выходе Играет безупречно В этом игровом эпизоде Сахан Хазмин Ну и подача такая была Для вратаря Достаточно удобной Мяч летел высоко Долго Все можно было рассчитать И сыграть надежно Ну естественно Эту передачу Делал Живоглядов В надежде Что проявят Своё умение Отвоевывать Мячи в воздухе Игнатьев И он был ближе всех Из игроков Локомотива Как раз К той точке Куда приземлялся мяч Но вратаря соперника Иван Не опередил Щетинин Щетинин Щекой Катит мяч направо На Живоглядова Тот в центр возвращает мяч Вновь Живоглядов Идет вперед Воспитанник Московского Динамо Игравшись за Динамо И очень здорово Себя проявлявшись Затем в Уфе Перед тем Как перейти В локомотив Фирос Бахарудин Вновь надежен С матверженно сыграл От него мяч уходит За пределы поля Угловой Думаю что Миранчук Этот корнер Будет выполнять Вот он Нет это не он Это Раков На ближнюю штангу Пошел мяч Подбор За железнодорожниками Раков с левой Подача Бить неудобно Мяч не вышел Еще из-за предела поля И вот так В падении Через себя Сыграл в этом Игровом эпизоде Странитель защитник Егор Погоснов Подключившийся При стандарте Живоглядов Где оказался На противоположном фланге Метай И готов был Побежать вперед Кирилл Никишин Но судья не позволил Он остановил встречу Видимо был фол И что еще одна замена Локомотива Девять замен Пока неприкасаемо Со стороны Галактионова Только два игрока Два молодых Раков и Щетинер Так у нас Шестнадцатый номер Появится Вместо четвертого Афик Заил ушел А под шестнадцатым номером Выходит Мухаммад Амир Норхишам Двадцать пять лет Этому футболисту Редко Но привлекается В сборную Малайзии Худяков Марио Митай Назад Потом мяч уходит Уже на правый фланг Но здесь естественно Всю бровку закрывает Второй номер Железнодорожников Дмитрий Живоглядов Егор Погоснов Живоглядов Активизировался Во втором тайме Раков Хотя уже сил потрачено Немало Пас вперед На ход со стороны Мородишвили Не удалось вскрыть Правый фланг Обороны Соперника Железнодорожникам Восемьдесят первая минута Тем меньше и меньше Времени остается У Локомотива Для того чтобы Счет сравнять Для того чтобы Не проиграть Впервые на сборах Но даже если Локомотив проиграет Как и любая другая Российская команда На сборах Это естественно Несмертельно А вот момент для того Чтобы забить у Игнатьева Если бы он Более акцентированно Попал бы по мячу Не получилось Он обращается К арбитру Считая что его там С нарушением правил Останавливал Капитан Соперника Жорде Амат Нет Игра продолжается Так вот Конечно же Ничего страшного Нет в поражении На сборах Тем более что Если и будет Если случится Это будет только первое Поражение у железнодорожников Самое основное Это подготовка А любая контрольная игра Это этап подготовки К возобновляющимся Относительно скоро Сезону Локомотив Сейчас готовится К кубковым встречам И в целом Ко второй части сезона Она будет Очень напряженной Для железнодорожников Только вот Локомотив привык Бороться за высокие места А здесь придется Делать все Возможное И даже невозможное Для того чтобы Набирать очки Подниматься в таблицу Отдаляться От зоны вылета Из зоны стыков В прошлом сезоне Локомотив финишировал Шестым Этот результат Мало кого Мог удовлетворить Из тех людей Кто отвечает За результаты Локомотива И Болельщиков Не удовлетворял Никак Чуть ранее Были призовые места Третье Второе Дважды Было чемпионство Ну а самый плохой Результат Локомотив За последние годы Показал в сезоне 16-17 Тогда он Финишировал Восьмым На каком месте По итогам сезона Окажется Локомотив В этом году Трудно ответить Трудно Галактионов Вместе с коллегами Призван Ситуацию Исправлять И двигаться В дальнейшем Вперед Развиваться Прогрессировать Да Тут Жваглядов Чуть-чуть Задел соперника Но невольно Соперник там уже катился Так Где-то в чем-то Даже безрассудно И вот такое Столкновение У нас случилось Пауза Там по-моему Кисть руки Или пальцы Повредил Защитник Джахора 15 номер Фирос Бахарудин Но сразу видно По его игре В большинстве эпизодов Он никогда Не останавливается Старается биться до конца Не уступчивый Боец Про таких говорят Именно так Но он готов вернуться Готов вернуться Сейчас получит разрешение Он уже в игре А она продолжается И 7 минут До истечения Основного времени Больше одного мяча Локомотив не пропускал На сборах На ноль отыграл Только предыдущий матч Против Сочи Сегодня тоже пропустил Локомотив И получается так Что у Локомотива Я тут ни на что не намекаю Так просто складывается Тем более замены Постоянные Никто из вратарей Ни худяков Ни Лантратов Не отыграли Все 90 минут В рамках какой-то Одной контрольной игры По тайму Но вот все мячи Локомотива Так сложилось Пропускает именно Худяков Худяков Галкипер талантливый И уже Определенного опыта Несмотря на свои 19 лет Набравшийся Но что-то мне подсказывает Что во второй части сезона В Локомотиве основным будет Илья Лантратов Я думаю Я думаю и не стоит еще Со счетов Сбрасывать ветерана Гильермо Хотя конечно же На перспективу Ставка будет делаться На Худякова Он совсем молод Данные у него великолепные Свой Тут я думаю Перспективы очень хорошие Ну а Лантратов Как говорится В расцвете сил Вратарь Надежный Квалифицированный И я думаю Имеющий огромное желание Доказать Что этому локомотиву Он очень даже нужен Еще одна замена 32 номер Саат Сахрул Саат И меняет он капитана И как раз капитанская повязка К нему переходит Шахрул Саат 29 лет За сборную Отыграл Под 50 матчей Опытный игрок Ну а заменил он Джорде Амата А это гол Ворота локомотива Этот удар был Не страшной силой Так что сетка была порвана Просто в ней Какой-то дефект Был уже Заранее Сформирован Если так можно сказать Но с другой стороны Забивший Ариф Айман Может с этим не согласиться И скажет Да я так пробил С такой силой Что сетка порвалась Ну шутки в сторону К тому же локомотиву Не до шуток Совсем мало Минут остается У железнодорожников Для того чтобы Тут о победе уже Наверное речи не идет Для того чтобы Все-таки забить свой гол И сыграть в ничью Впервые не проиграть На сборе В Объединенных Арабских Эмиратах Раков Четвинин чуть-чуть назад Здесь мы по 7 В позиционной атаке Железнодорожники Вообще капитан команды Джахор Номер 7 Аидил Зафуан 35 лет этому игроку У него 7 номер Но при этом Памплуа он защитник Если мне память на меня Это центральный Но вот когда Он не выходит на поле Капитанит Жорде Амат А если Амат уходит То капитанская повязка Переходит Шахрулу Сааду Ну в скором времени Я думаю Локомотив безусловно Усилит Вспомните Как играл он в прошлом сезоне Как результативно Правда получил Серьезную травму И очень долго Восстанавливался Но уже начинает Тренироваться Речь О Рифате Жамалединами Это усиление Атакующей линии С ним в составе Можно разнообразить Игру впереди Локомотив атакует Раунд флангов Сюда сместился Константин Мородишвили Вот он с мячом Его по штрафную Не проходят На Игнатьева Сегодня Многие игроки Локомотива Какие-то Очень тяжелые Я связываю это Все-таки Наверное С нагрузками Нагрузки не спадают Много было разговоров По поводу Физической формы Игроков Локомотива И многие специалисты Небезосновательно Говорили о том Что предыдущий Немецкий Тренерский штаб Просто провалил В плане Функциональной готовности Подготовку команды Это одна из Основных причин Почему Локомотив Столь неудачный Ну там комплекс причин Естественно Но то что касается Физики Такая серьезнейшая Фундаментальная проблема Локомотива В первой части сезона Команде не хватало Сил на всем 90 минут И часто она Уж так По футбольному говоря Раньше времени Сдувалась Отсюда и такие Плачевные результаты Галактионов Это понимает Своими коллегами Загружает На этих сборах Очень серьезно Футболистов Локомотива Ну и видимо Отсюда не хватает Свежести Некоторые игроки Действительно Выглядят Тяжеловато Я думаю Это наверное Уже последняя замена Учитывая что Заканчивается 89 минута У нас Автор гола Рифайман Уходит И кто же вышел Вместо него Сейчас это не Основная тема Основная тема То что сейчас пойдет 90 минута игры Локомотиву Надо забить Надо сравнять А как это сделать Если соперник Мяч контролирует И не спешит С ним Расстаться Не теряют оптимизма Те болельщики Локомотива Которые находятся На трибунах Только локот Только победа Но о победе Уже мечтать Не приходится И немного шансов На то Чтобы сравнять счет Я не уверен Что арбитера Будет что-то добавлять Мы знаем В контрольных встречах Обычно Истекают Первые 45 минут И свисток На перерыв Тут же звучит Как и сегодня 90 минут И тоже сигнал Что дескать Ребята Заканчиваем По домам Хотя у нас Несколько остановок Было Оказывалось Помните И Амату И только что Вот Бахаруддину Можно две минутки Накинуть Дать шанс Железнодорожникам Добежать До чужой штрафной Что-то создать 90 минут Истекли Рефери Крупным планом Все-таки что-то накидывает Молодец Правильно делает На это есть основание Ну а локомотив Не приближается К штрафной противника На дальнем плане Вот мы видим Там Дмитрия Ласькова И на его лице Не присутствует Оптимизм Игра не удалась Сегодня железнодорожникам Надо вещи Своими именами Называть Но ничего страшного Да Проиграли Проиграли чемпиону Малайзии Джохору 0-1 Единственный мяч на 55-й минуте Забил Ариф Айман Это контрольная игра Пусть отрицательный результат Но это дополнительная пища Для размышлений Для того Чтобы исправить ошибки И их уже не повторять В официальных матчах А напомню Локомотив уже 22 февраля Сыграет дома В кубке против Спартака Приобретайте билеты На официальном сайте Локомотива Вот единственный гол Забитый На 55-й минуте Думаю что Локомотив сделает Правильные выводы Из тех ошибок Которые были допущены В этой встрече И в дальнейшем Будет только Как говорится Идти вперед Ну а на сегодня Что есть то есть Локомотив впервые На сборах Уступил в контрольном матче На этом у меня все В заключении Ваш комментатор Владислав Батурин Благодарит коллег За хорошо проделанную работу Вас друзья За внимание К этой встрече Ко всему тому Что для вас От всего сердца Искренне От всей души Делает ОКО Счастливо До новых встреч И конечно же Удачи Делает ОКО Делает ОКО Счастливо Делает ОКО Счастливо Делает ОКО Делает ОКО Делает ОКО Делает ОКО Делает ОКО